привет друзья сегодня у меня естественное освещение не очень но думаю духовный свет будет как раз таки очень в теме как его называют хлебопреломления причастие вечере господней в теме того что когда мы воспоминания кушаем хлеб и пьем из чаши едим тело господня и пьем кровь и в этой теме очень много недопониманий заблуждений о религии и глупости и даже отчасти каких-то гересей поэтому свет сегодня вот в эту сферу сегодня услышите то что вы не знали сегодня поговорим на то такую тему как квасной хлеб или опресноке вот и вам будет очень удивительно это послушать сегодня и многие нюансы духовные нюансы и практические нюансы в отношении хлебопреломления не переключайтесь будет очень интересно сегодня вы узнаете много нового итак во многих церквях есть целый такой вид служения вид такой религиозной практики как хлебопреломления как святое причастие выгод сегодня у нас церкви вот раз в месяц там святое божье господне причастие приходите пожалуйста и и часто цитируется это место из писания поград ибо я от самого господа принял то что и вам передал что господь иисус в ту ночь который предан был взял хлеб и знаете павел а не видел господа личного так при жизни господа но получил то же самое что и апостола получили в отношении хлеба и вина тела и крови господне и он от самого господа это принял и передал это нам ученикам на господа что господь иисус в ту ночь который предан Он был взял хлеб, хлеб возблагодарил и преломил. И вот часто вот такое богослужение называется хлебопреломление. Сегодня у нас, друзья, хлебопреломление. И сказал, примите, ешьте, это тело мое, за вас ломимое, преломленный хлеб, это тело Господа, ломимое за нас. Это совершайте в мое воспоминание. То есть, то, что мы вот так делаем, это мы воспоминаем о Господе и совершаем это делаем в воспоминание о Господе. Так же и чашу после вечера, то есть после ужина, и сказал, эта чаша есть новый завет в моей крови. Это совершайте, это делайте, когда только будете пить в мое воспоминание. И так мы кушаем хлеб и пьем вино из чаши в воспоминании о Господе. Мы кушаем тело Господне и принимаем в себя кровь Господа Иисуса Христа, новый завет в его крови. И часто говорят так, преломление, хлебопреломление, но на самом деле вот эти вот термины, преломление, они никак не связаны с хлебом и телом Господним. Дело в том, что преломление или преломление хлеба, или хлебопреломление, как мы говорим, это просто трапеза. А преломлением хлеба, преломлением и хлебопреломлением в Библии называют чистой воды, просто трапеза. Чисто кушанье, прием пищи и кушанье какой-то еды. В Матфея написано, что Иисус велел народу возлечь, взял пять хлебов, две рыбы, возрел на небо, благословил, поблагодарил Бога и преломив, дал хлебы ученикам. Трапеза начиналась с того, что кто-то, чаще всего старейшина или старший в семье, он преломлял хлеб, разламывал хлеб и все начинали кушать. Это был такой акт начала трапезы. Иисус это сделал, преломил хлеб. И дальше, когда Иисус возлежал, возлежал, явился он после своего воскресенья ученикам, один из них Клеопа, и он возлежал с ними и взял хлеб, благословил, преломил им и подал им. И многие часто так в церквях проповедуются, что Иисус как бы преподал вечерю, преподавать вечерю. Вот часто есть такой термин, совершенно еретический, глупый, не библейский термин. В Библии нет такого, что кто-то преподает вечерю, и вот это так называемое хлебопреломление, он называется в церквях, вот, и то, что мы творим воспоминания. И нет такого, ну, обряда и церемонии, такого в Библии нет, об этом с ними поговорим. И здесь Иисус просто взял, разломил хлеб, и они начали кушать, это не было принятие его тела и его крови с учениками. И дальше они рассказывали о происшедшем на пути, и как он, уже ученики рассказывают про Иисуса, как он был узнан ими в преломлении хлеба. Не в хлебопреломлении, вот в этом, как бы, обряде церковном, принятие крови и тела Господня, а в преломлении кушали, сотрапезничали вместе. В Иерусалимской церкви ученики Христовы постоянно прибывали в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и в молитвах. И это не хлебопреломление церковное, это просто значит, они кушали вместе, они трапезничали вместе. И каждый день единодушно прибывали в храм и преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. Они кушали вместе, то есть у них, у христиан были встречи, заметьте, они в храм ходили, там не базировалась церковь, они в храм ходили, как часть, будучи частью религиозного иудейского сообщества, для евангелизации, для пропоедии Евангелия в первую очередь. А уже церковь базировалась по домам и по домам они кушали вместе, сотрапезничали. Заметьте, встречи, церковные встречи христиан, это не были богослужения, а встречи именно, они сопровождались совместной трапезой, причем каждый день они кушали вместе, преломляли хлеб, это ели вместе, принимали пищу, веселье и простоте сердца, причем кушая, они получали назидание, общались, молились, получали какое-то научение и так далее. Уже далее, уже Павел, первые же недели, когда ученики собрались для преломления хлеба в Троаде, Павел, намереваясь отправиться на следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи, и ученики собрались для преломления хлеба, не для хлеба преломления в контексте принятия крови и тела Господня, а просто покушать они собрались, потому что первые христианицы собирались кушать вместе, назидая друг друга, и Павел здесь, кушаясь с ними, он даже мальчика мертвого воскресил и много беседовал, много научал и общался с учениками, и было большое назидание при совместной трапезе, как и Иисуса, в частности Иисус постоянно кушал с учениками и до своего распятия, и после воскресения своего он приходил и кушал с учениками и назидал их. Одно другому не мешает. Иисус не устраивал церемонии и богослужений, то же самое, апостолы в простоте и ученики в простоте собирались для взаимного назидания и кушали вместе всегда. И Павел, взойдя, преломив хлеб, воскресив мальчика, он преломил хлеб и вкусил, беседовал довольно, даже до рассвета и потом вышел. Преломил хлеб, это в контексте, что начал трапезу, и они начали кушать. Когда Павла перевозили на корабле для суда, был шторм, и корабль должен был погибнуть, и люди ничего не ели, молились там, постились. И Павел сказал, хватит поститься, все будет хорошо. Сказав это, он взял хлеб и возблагодарил Бога перед всеми, и разломив то же самое слово, преломить, разломить, одно и то же греческое слово встречается, перевод здесь разный, в синодальном. Но он, преломив хлеб, начал кушать, тогда все ободрились и также приняли пищу. И так, преломление хлеба или хлебопреломление, это не связано с приятием крови и тела Господня, это просто трапеза в Библии, совместное кушание, когда все кушают, и первых христиане много кушали вместе. И вот то же самое, когда Иисус перед своим распятием в горнице, и когда они ели, Иисус взял хлеб, благословив, преломил и раздавая ученикам, сказал, примите, ешьте это тело мое. Смотрите, заметьте, они уже ели, они уже сотрапезничали, и была очень простая обстановка, они возлежали. Первая церковь, она не была там такого, знаете, как таких вот религиозных моментов, как в храме, богослужения, вот нужно было священнику встать, народу встать, поклониться и так далее. Как сегодня есть стулья, кафедры, сцена, алтарита и тому подобное, такой вот, такой ерунды, простите, на самом деле это ерунда, в первой церкви этого вообще не было. В храме отчасти все это было безусловно, но церковь была простой, и они возлежали даже, просто лежали и кушали вместе, и Иисус важнейшие слова говорил тогда, когда они кушали. И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословив, преломил, и посреди трапезы, Он еще такую, как бы, одну трапезу устраивает, Он взял хлеб, разломил его, преломил и раздал ученикам, и сказал, примите, кушайте, вот это есть тело мое. И взял чашу, благодарив, сказал, пейте из нее все, это моя кровь, кушайте мою плоть и кровь, то есть, помните, когда Петру Господь говорит, о, не плоть и кровь открыла тебе это, что я Христос, сын Бога живого, означает, не какой-то человек тебе открыл. Плоть и кровь, это говорится о человеке, вот плоть и кровь какая-то, и кушая плоть и кровь, мы кушаем самого Иисуса, самого Господа, и то, что мы принимаем, вот это воспоминание о Господе, это не просто ритуал, этим мы символизируем, показываем то, что уже в реалиях есть. Мы должны регулярно кушать плоть и кровь Господа, регулярно с Господом соединяться, регулярно напитываться Господом, и все это мы просто символизируем еще таким актом физическим, физическим актом. И вот я уже читал сегодня из послания Коринфянам, где Павел от самого Господа принял то, что и передал, то, что Господь взял хлеб, возблагодарив, разломил, дал ученикам, кушайте, это тело мое, и чашу возьмите, это новый завет моей крови. И часто на церемониях, на богослужениях, на церковных преломлениях, на святом причастии, как его называют, в церквях, вот это место зачитывается, и как бы вырывается из контекста, и получается такую, ну, ересь получается. Почему? Потому что выше Павел пишет вот что, просто буквально двумя стихами выше. Далее вы собираетесь, говорится про собрание церкви, не так, что это значит вкушать вечерю Господню. Ну, один, вот сегодня у нас вечеря Господню, мы сегодня будем вечерю Господню принимать. Подразумевается, что вот разломлять хлеб и пить из чаши. Но не это имеется, вечеря это ужин Господень, это ужин во имя Господа, где Господние люди собираются и сотропезничают вместе, вот об этом ниже написано. Далее вы собираетесь не так, что это значит, как бы вкушать вечерю, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Почему? Ибо всякий поспешит, поспешает прежде других есть свою пищу. То есть они собирались вместе и люди приносили еду. И каждый спешил там не поделиться, а просто наесться, быстрее поесть, потому что у него получше было. Но мы видим, что первые христиане сотропезничали вместе. И вечеря Господня это совместная трапеза. Это совместный ужин, частью которого является еще, как Иисус, когда помните, они ели, 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 Иисус взял хлеб и сказал, и вот это вот ешьте, мое воспоминание. Частью которого является воспоминание о Господе, когда хлеб преломляется и пьется из чаши, воспоминание о Господе. Вот, всякий спешит есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Поэтому Павел подытоживает, говорит, что поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, то есть на ужин, на трапезу, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, а прочие устрою, когда приду. То есть они кушали вместе, и Павел боролся тому, что кто-то был голодный, из неимущих, кто-то обжирался. Первая церковь кушала вместе, и вечеря Господня, это был совместный ужин, частью которого являлось воспоминание о Господе. Поэтому Павел подытоживает, говорит, что поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, то есть на ужин, на трапезу, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, а прочие устрою, когда приду. То есть они кушали вместе, и Павел боролся тому, что кто-то был голодный, из неимущих, кто-то обжирался. Вот, первая церковь кушала вместе, и вечеря Господня, это был совместный ужин, частью которого являлось воспоминание о Господе. И часто люди готовятся к хлебопреломлению, к святому причастику, как они это называют. Это все, знаете, обросло религиозными выдумками какими-то, стало таким ритуалом, таким просто каким-то, знаете, такой формы, в котором духа нет. Иисус сделал простой акт, в простоте они возлежали, он в простоте разломил, они в простоте скушали, вот, и все должно быть в простоте, потому что ученики прибыли в простоте, написано, и висели сердце. Сегодня религия, она удалила полностью простоту, родилась пустая такая торжественность, религиозная чванливость какая-то. И часто вот люди таким с религиозным видом разносят там вот какие-то такие маленькие стаканчики, эти вот опресноки, они разносят таким важнейшим видом, и люди кушают там с религиозным каким-то видом. Это в этом вообще такая пустая набожность, пустое благочестие, пустое религиозность, духа вообще в этом нету, простоты вообще в этом нету. И это вообще действие сатаны, потому что уклоняясь от простоты, мы уклоняемся от простоты под действием духа, духа дьявола вообще, так говорит Павел. И часто бывает так, что раз кто-то, давайте вспомним, о господи, берут хлеб, а хлеб оказывается на столе, за столом, хлеб он или дома, который был, он не опреснок. Он не опреснок, он закваска, дрожжевой хлеб, какая-то булочка или хлеб, просто батон какой-то, и кто-то говорит, послушайте, но это неправильно, потому что Иисус, когда это было время Пасхи, он взял опреснок, хлеб разломил именно пресный хлеб, потому что написано, что вот квасной хлеб, это с квасным хлеб, это закваска порока и лукавства, так написано, и часто на вот этих церемониях принятия так называемой вечери, вот, цитируется вот пятая глава послания Коринфянам, где Павел пишет, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос. Христос на Пасху был распят, и Христос на Пасху преломил хлеб и дал пить свою кровь, поэтому станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порокой лукавства, и поэтому люди говорят, ну слушай, особенно люди такие, ну пропитанные какой-то, таким моментом такой набожностью или чрезмерной такой, они говорят, ну это неправильно, вот у вас заквасный хлеб, это неправильно, это в принципе там не по Писанию, потому что закваска пророка на порок лукавства, Иисус не имел в себе порока и лукавства, надо праздновать соприсноками чистоты истины, и люди цитируют на хлебопреломление, вот на это как они называют его, этот текст. Это вообще неправильно, дорогие друзья, с каких делов этот текст цитируется, он вообще не к месту, почему? Потому что данный текст говорится про Пасху. Пасха это ягненок зарезанный, и Пасха наша Христос. На Пасху кушали жареное мясо, это ягненок запеченный полностью, этот ягненок прообраз на Господа, Иисус говорит, что я ваша Пасха. Павел пишет, что Христос наша Пасха. Параллельно кушали этого ягненка с пресноками, пресным хлебом, потому что закваска на Пасху должна была быть удалена, и кушали с горькими травами, еще с различными моментами. Так вот, есть праздник Пасхи, есть откровение о Пасхе, библейской Пасхе, и сегодня Христос стал вечной нашей Пасхой, вечной ягненкой, это не какой-то праздник в один день, это вечная Пасха, и мы празднуем с пресноками Частоты Истины всю жизнь, а не просто какой-то там один день. Сегодня один день Пасхи какую-то празднуем, тоже придумали сегодня каким-то образом. Так вот, так вот, и Пасха это Пасха, а воспоминание пить кровь и есть тело Господа, это другое, это просто вместе произошло, просто на Пасху Христос разломил хлеб. Но здесь Пасха является Христос, а опресноке это не Христос. Павел истолкует, что Пасха Христос, а опресноке не Христос, Пасха Христос, а опресноке не Христос, когда Христос разломил, и не тело его. Когда Христос разломил хлеб, он сказал, это тело мое, это тело мое. но здесь говорится про пресновки, которые, о пресновке чистоты истины, мы кушаем Христа, но должны кушать чистоту и святость, жить праведной, святой и чистой жизнью, и не надо путать, есть различные, есть, короче, две такие параллели, есть, или много их может быть, откровение о Пасхе, учение там о Пасхе, про образы, метафоры, аллегории про Пасху, и есть аллегории про хлебопреломление, про, как его называют, про принятие крови и принятие тела, и не надо путать здесь, здесь Павел пишет четко про Пасху, но никоим образом не про принятие тела Господня и крови его, потому что здесь как бы другая метафора, другая аллегория, другая какая-то параллель, просто так совпало, что именно на Пасху Христос разломил хлеб и дал им пить вино, именно на Пасху, так совпало, так получилось, но это не означает, что мы должны только-только на какую-то Пасху, в один календарный день, или только в контексте Пасхи, там, принимать тело Господня и пить его кровь, всегда это должны, постоянно это должны, вне зависимости вообще от календарных дней и тому подобное, и вообще Пасха наша Христос, это более чем календарный день, это вообще не календарный день, это сам Христос вообще для нас, вот, и поэтому, говоря о том, что при воспоминаниях, на нее, Господи, кушать нужно только опресноке, если мы будем так говорить, мы ошибаемся глубоко, почему? Потому что то, что сделал Христос, разломил хлеб и подал чашу, это то, что было практикуемо, это то, что было уже известно евреям, в Еремиях написано, «И умрут малые, великие малые на земле этой, и не будут погребены, и не будут оплакивать их, не терзать себя, не стричься ради них, и вот они не будут погребены, похоронены, и не будут преломлять для них хлеб в печали, в утешение об умершем, и не подадут им чашу утешения, чтобы пить по отцах и матерях». Итак, что делали в воспоминании об умершем и в утешение ради умершего? Что делали евреи? Они кушали, они кушали хлеб в печали, воспоминая об умершем и утешая себя об умершем, и пили чашу утешения по родителям, по родным. То есть, то, что сделал Иисус, было хорошо известно евреям, апостолам, они понимали, о чем идет речь, это не было то, что Иисус что-то такое выдумал, он просто взял практикуемый такой обычай и сказал, «Вот это в мое воспоминание, в мое воспоминание творите». Но он еще сказал, что вот который хлеб вы кушаете, он добавил такое откровение, такую аллегорию духовную, что хлеб, который вы разломляете и кушаете, в утешение по умершим, по мне умершим, это хлеб, воспоминание обо мне, он является моим телом, а эта чаша утешения, которую пили евреи по умершему, она является моей кровью. Вот и все, Иисус использовал то, что уже было практикуемо. Я другой перевод прочитаю, в другом еще переводе, выше стих из Иеремии, это перевод, это иудейский перевод, «Ибо так сказал Бог, не входи в дом, где устроили поминальные, пиршество, есть поминальная трапеза, есть поминальное в принятии пищи, поминальное пиршество, не ходи к месту погребального обряда и не проявляйте сочувствия к ним, ибо я забрал мой мир у народа, это слово Бога, доброту и жалость». И дальше говорит, что не будут преломлять хлеб по умершим, не будут пить чаши утешения, это поминальная трапеза, воспоминание, поминальное воспоминание, все очень просто вообще, все очень просто. Это для истории, эта книга то вид, сейчас я прочитаю, это второканоническая или неканоническая книга, но там написано, «Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешникам». И была такая практика кормить людей при гробе, при поминках, чтобы люди в воспоминании о жизни умершего, об утешении, кушали-кушали пищу и, конечно же, пили чашу, о которой мы читали. Когда погребали Авенира, друга Давида, то весь народ плакал, и Давид там был, Давид плакал, и пришел весь народ предложить Давиду хлеба. Практика, практика вкушать в воспоминания и в утешение, поминальная трапеза. В Езекииле сказано, вздыхай в безмолвии, это Езекиил, Бог ему говорит, что у него жена умрет, и он говорит, вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай, но обвязывай себе повязкой, и бывай ноги твои, и в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. Люди приносят хлеб, воспоминания, в утешение, но от чужих вообще хлеба не бери, не ешь. Итак, практика, вот это было широко распространено, и Иисус оттолкнулся от того, что было распространено, кушать хлеб в воспоминания, в утешение об умершем, и пить чашу, пить чашу у утешения. Так вот, в какой хлеб кушали евреи? Ребята, любой хлеб, просто хлеб они кушали. То есть, вот этот вот момент такой был, в течение года, человек умирал в течение года, а пресники только кушать, кушали, чаще всего на Пасху, изреком могли делать, но в течение всего года позволялось кушать любые булочки, любой, любой, до квасной хлеб, и кушал человек любой хлеб. В воспоминания об умершем, кушался любой хлеб, приносили любой хлеб, какой был. Просто когда Иисус о себе сказал в свое воспоминание, просто понимаете, в чем проблема? И не проблема, в чем так получилось, была просто Пасха, и праздника пресноков, и не было квасного ничего. И так получилось, что так получилось, что был только хлеб без квасной, поэтому он взял хлеб, который был. Итак, в воспоминания об умершем можно кушать любой хлеб, ключевое слово, любой. Квасной или не квасной, дрожжевой, не дрожжевой, любой. Но воспоминания ты можешь покушать и подкрепиться, что в печали, печали это лучше перенести, и чтобы вспомнить о человеке и пить чашу. Любой хлеб. Смотри, сегодня люди заморачиваются, вот должен быть опресноки, опресночный хлеб. И специальную мацу покупать, специальные лепешки заказывать, еврейскую, квадрат такую мацу, вот на это, на религиозное вот это богослужение, хлебопреломление. Заморачиваются невыносимо, должна вот такая. А что вы о вине не заморачиваете? Есть библейские законы о кашруте вина, когда вина, это очень сложно, должен быть вино определенный, виноград, который должен быть, не считаться необрезанным, который несколько лет должно пройти, и он, чтобы он, потому что первый там, несколько лет считается за необрезанным, это нечистое будет вино, если вот только виноград, второй год, как он плодоносит, с него вино сделали, и должен быть кошерное вино, как есть кашру, пища, кошерная вина, люди заморачивают о маце, а сегодня о напитке, о вине не заморачиваются, и вы, вы пытающиеся исполнять, как бы, законы, вот, о пресноках, вот, все так, как бы, буквально, вот, о вине вообще не заморачиваете, вы, исполняя первое, нарушаете второе, конкретным образом, большинство вино вообще, согласно библейским канонам, библейскими, и закона Израилева, они вообще, оно не кошерное, никоим образом, вот, поэтому кушался любой хлеб, но так получилось, что у Иисуса был хлеб не квасной, и он дал, ну, этот хлеб, но это не значит, что обязательно нужно теперь каждый день, если там даже каждый день, о господи, ученики собирается, вас вспоминали, нужно было каждый день печь лепешку, именно о пресноках, Иисус не говорил, что должен быть о преснок, что это о пресноках, и так далее, он вообще, вот такую параллель в отношении себя не проводил, он не говорил, что мое тело это преснок, и я о пресноках, нужно о пресноках должен быть, и так далее, он вообще этого не говорил, и такой параллель не проводил никоим образом, скажи, ну послушай, ну в Библии закваска, это закваска порока и лукавства, вы немножечко ошибаетесь, не только порока и лукавства, и чуть позже я вам это открою про закваску, в Еремии еще раз прочитаю, и не будут преломлять для них хлеб печали, и в утешение по умершим, и не подадут им чашу утешения, чтобы пить по отце и матери их, и так не только кушают хлеб, но и пьют, и вопрос, что кушать, что кушать по умершему, вообще любой хлеб, любой кушался, как я сказал, Иисус взял вот эту вот общую потребительную практику, Он сказал, и обо мне воспоминайте, но более того, не только воспоминайте, это мое воспоминание, то, что они и знали, это делают воспоминания, Он шел на Голгоф, он шел на Крест, и после его смерти, воспоминания обо мне творите это, вот, что я умер, и не только умер, и воскрес, об этом позже, но он еще добавил, что это мое тело, он добавил вот такую метафору мощнейшую, истину мощнейшую, а это моя кровь, и написано, что не будут есть хлеба по умершим и не будут пить по отце и матери, и в оригинальном еврейском тексте стоит такая фраза, пить, что означает любую жидкость, просто пить, без разницы какую жидкость, это может быть сок, когда пили по умершим, не обязательно должно быть вино какое-то, или там только виноградный сок, но любой виноградный сок, или гранатовый сок, или такой, просто по умершим можно было пить в чашу утешения и вино, и какой-то сок, и какую-то там жидкость, какой-то напиток, чтобы подкрепиться, но просто на пасху так получилось, что было вино за столом, и красное как раз таки, жидкость, красное вино, и оно символизирует кровь, безусловно, кровь, кровь, вот это кровь моя, кровь, вот люди сегодня как бы заморачиваются этими деталями, опять же повторюсь, что должна быть закваска какая-то, а вот о вине там они не очень заморачиваются, вернее, закваска не должна быть, а вот о вине не заморачиваются, так вот, по поводу закваски давайте, закваски, закваска про образ греха и порока и так далее, ребят, смотрите, в книге левит написано, если кто хочет благодарность принести какую-то жертву, жертву благодарностью, он должен принести пресные хлебы, но не только, кроме, ниже написано, кроме лепешек, пусть он приносит приношение свой квасной хлеб, при мирной жертве благодарной, и так, одна из жертв была, мы читаем в Библии, это квасной хлеб, когда приносился, это тоже нормально, принести Господу квасное, не в Пасху, это нормально, это естественно, кушать квасной хлеб еврею не в Пасху, это нормально, это хорошо, это естественно, это от Господа вообще, и вот одна из жертв квасной хлеб, и что, чему про образ, вот в этом контексте квасной хлеб, Иисус говорит, что, такую притчу, еще сказал, чему подоблю царствие Божие, оно подобно закваску, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, до кори не вскисло все, закваска в каком-то, в каких-то моментах, она символизирует положительное, она символизирует закваску царствия Божия, это царствие Божие, которое входит внутрь человека, и постепенно заквашивает внутри всего человека, все сферы его жизни, его эмоции, его мышления, его судьбу, его жизнь, его решения, закваска царствия Божия входит внутрь нас, и это праведная святая закваска, закваска Божьего правления, закваска Божьего господства внутри нас, во всех сферах нашей жизни, так вот, квасной хлеб, это хлеб, заквашенный царствием Божьим, господством Господа, и мы таким хлебом должны быть вообще, и наши лепешки, наше учение, наше учение в делах, наша практика жизни должны быть хлебом квасным, заквашенным, господством и царствием Господа Иисуса Христа. Поэтому еще в левитах сказано, что отчитайте себе от первого дня, это про Пасху говорится, после праздника, от того дня, в который приносят с ног потрясание, хорошая аллегория, об этом не буду глубоко и долго, отчитайте 7 полных недель до первого дня после седьмой недели, день Пятидесятницы, отчитайте и тогда, смотрите, что внимательно, приносите два хлеба возношения, которые должны состоять из двух десятых частей ефы пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, то есть прокисшие закваской, как первый плод Господа. Если на Пасху Иисус был распят, а потом Иисус воскрес, то Дух Божий сошел там на Пятидесятницу, и какой первый плод Господу? Это хлебы, которые испечены в огне Святого Духа, когда огонь сошел на эту горницу, они были пропитаны огнем Святого Духа, и плод Господу были как раз таки хлебы заквашенные, закваской Царствия Божия. Поэтому закваска в Библии, безусловно, имеет и положительные такие метаворы и аллегории. И когда мы говорим, что мы кушаем, живем, вернее, кушая хлеб о пресноке чистоты истины, мы должны в другом контексте, в параллельной, не в связанных таких метафорах и аллегориях, в другом контексте мы должны говорить, что мы должны кушать квасной хлеб и быть квасными. И сам Иисус является хлебом, сшедшим с небес, и это тоже хлеб не только о преснок, но в другом контексте он заквашен, Иисус полностью заквашен Царствием Божиим. Царство Божие внутри него, оно из него, и он царь Царствия Божия. Поэтому если вы говорите, что вот мы, воспоминая о Господе, кушаем квасной хлеб, это плохая аллегория, ребят, ну вы просто очень плохо или не очень хорошо знаете Библию. Поэтому воспоминать об умершем, воспоминать можно было и такой хлеб, и такой, в зависимости, если ты на Пасху, то ты кушаешь только о пресноке, если не на Пасху, ты кушаешь любой хлеб, можно и о пресноке, а можно и булочки, и дрожжевое тесто. Итак, является ли это неправильным, если мы сегодня, воспоминая о Господе, прилавляем дрожжевой хлеб, булочку, куда нет же, ребят, мы воспоминаем о нем, и тело его, оно в определенном контексте, тело Господа всегда было полно закваски, Царствие Божие правление Господа. И сегодня есть такие церковные выдумки, вот, то ли нельзя одному принимать, надо только вдвоем, или только в своей поместной церкви, если ты не член нашей поместной церкви, принимай в своей церкви. И спрашивают так иногда, а ты член какого тела? Чьего тела? Как будто у Иисуса много тел и так далее. Так вот, давайте еще раз о Еремея. И не будут преломлять для них хлеб в печали, в печали, в утешении об умершем, и не подадут им чашу утешения, чтобы пить по отце их и матери. Здесь слово «преломить» тоже, видите, стоит «преломить», тоже преломлялся хлеб, преломлялся специальный такой похоронный ритуальный трапеза, воспоминание об умершем, в печали, в утешении, и пила с чаши. Вот это четко прописано. И вот слово «преломить» стоит, это слово «параз» еврейское, оно означает «разломить», и в каком-то контексте говорится о раздвоенных, раздвоенных копытах. То есть, другими словами, когда человек во время трапезы, вот как глава семейства и разломлял хлеб, и начиналась трапеза, это означало, насколько кусочков он разламывал, просто разломил, достаточно просто разломить надвое было, как вот все, началась трапеза, разломилась, и дальше примите, там разделите Иисус, так сказал его, и глава семейства разломал просто хлеб надвое, надвое. Не на 25 частей, но можно было на 25 и так далее, но по крайней мере, как минимум, достаточно было просто разломить его, и так начиналась трапеза. И сегодня часто говорится, что обязательно хотя бы два человека должно быть, одному нельзя, ведь мы часть тела, ты один в поле, там не воин и так далее, тело не из одного члена, но из многих. Иисус взял чашу и благодарив, и сказал, примите ее и разделите между собой, то есть хлеб делится, и важно, говоря так, что разделить, разделить, и чашу тоже разделить. Ребята, разделить, смотрите, это средство, а не цель. Давайте еще раз, есть цель, а есть средство, посредством средства достигается цель. Что важно средство и цель? Важна цель, ну и чтобы хорошее было средство. Так разделите это средство. В чем здесь цель? Цель, чтобы всем досталось, вы понимаете? Чтобы всем досталось. Вот такая цель. Поэтому разделите, чтобы всем досталось, разделите чашу, чтобы всем досталось, чтобы каждый вкусил, вкусил тело, тела, и каждый выпил кровь, всем досталось. Так если мы вкушаем вдвоем на двоих поделить, если я один, то неужели я мимо цели? Значит, греческое слово грех означает хамартио, мимо цели. Неужели это мимо цели, если когда я один вкушаю, всем досталось? Ведь всем досталась эта цель. Я взял, разломил. Вот когда человек, запрещено человеку было кушать одному, трапезничать одному. Павел взял, они не хотели кушать на корабле, не хотели кушать, взял, поднял хлеб, разломил его и начал кушать. Преломил и начал кушать, ни с кем не поделился. Они посмотрели вот на него и взяли с него пример, начали тоже кушать. Могли не сделать это, он, Павел продолжил бы кушать. Запрещено было одному преломлять хлеб, одному кушать, трапезничать. Да нет же, безусловно. И даже когда один человек был там за столом, он разломлял хлеб, благодарил Бога и кушал, кушал. И если сегодня человек дома воспоминает о Господе, что нужно делать, воспоминать о нем, принимает о плоти кровь, неужели он неправильно поступает? Если он один, да нет же. Ну нет такого запрета, что ты один, только ты не можешь и так далее. Есть один запрет, что такой, что кто не будет кушать моей плоти и пить моей крови, тот не будет иметь в себе жизни. Я воскрешу только тех, кто это делает в последний день, кто пьет плоть мою, пьет кровь мою, ест плоть мою, только тех я воскрешу в последний день, говорит Иисус. Есть повеление это делать. Группа или одному, но делать. И когда мы делим, разделить это имеется ввиду, если нас много, нужно разделить. Но если я один, то цель тоже достигнута, как и при дележке, когда нас много, цель тоже достигнута последствиям раздела или дележки. И очень важно еще такую вещь понять. А люди часто в церквях учат, что вот ты должен, ты же часть тела, часть нашей динаминации, они подразумевают тело это динаминация или маленькая их община. И ты если не кушаешь, это ты не часть нашей общины. Если ты не принадлежишь нашей общине, тоже не можешь кушать и так далее. Поэтому ты вот как бы вне нашей общине, вне нашей секты, ты вне Христа. Ну какой бред, это ереси сугубые вообще. Иисус сказал, смотрите, вот что. Примите, кушайте это тело, тело мое, которое за вас предается. Твоя секта маленькая, твоя маленькая религиозная община или твоя большая динаминация, она была предана, она была предана на крест, она была отдано на Гаугофу. Твоя церковь с начальствующими еписками, с кардиналами, с лидерами, они распинались на кресте, они умирали за тебя? Нет. С каких делов вообще они все привязывают это к своей секции, к своей какой-то структуре? Тело, когда мы кушаем, кушаем тело, мы в первую очередь, это основная догма и принцип воспоминания Господи, мы кушаем тело Господа самого, только оно было предано за нас. То есть вместо нас, когда я кушаю Господа, я кушаю внутрь себя тело того, который умер вместо меня, который принял смерть, чтобы я жил, забрал мои болезни, забрал мои грехи, мое горе, чтобы он был счастлив и здоров. Он за меня, вместо меня был предан. Я в это верю и кушаю это, символизирую это и показываю это в духовный мир. Итак, тело Господа, я кушаю, которое за меня предается. И уже во вторую очередь Павел пишет в Коринфинах, чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой. То есть когда мы берем чашу, мы круг и делим ее, и пьем ее, или просто пьем ее, если мы один, мы благословляем. Каждый из нас поразумеет, что вот чаша благословения, которую мы принимаем, и мы приобщаемся к крови Христовой. Вот, и хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Хлеб, который преломляем, разлом, то есть кушаем. Преломление обращает не просто там дележку, а разломление, опять же я повторюсь, как начало трапезы. Хлеб, который кушаем, другим словом, смысловой перевод. Чаша благословения, которую пьем приобщение крови Христовой. Хлеб, который кушаем приобщение тела Христова. Мы кушаем его кровь и кушаем его тело. Неужели запрещено человеку одному приобщаться ко Христу? Неужели человек не может один уверовать в Господа, как Павел уверовал в Господа, один уверовал? Неужели человек не может родиться свыше один? Неужели запрещено человеку одному молиться? Неужели запрещено человеку одному призывать имя Господа? Да нет же! Но если хлебопреломление, как его называют, причастие, как его называют, символизирует то, что происходит в духовном мире, сообщение со Христом, неужели человек не может один это сделать? Неужели он не может, ребята? Вот. И дальше Павел говорит, что один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. И он говорит как раз таки в контексте церкви. Во вторую очередь, тело ломимое символизирует тело Христово, которому он глава, то есть церковь. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Интересный момент. Каринская церковь была огромной церковью, которая базировалась по многим-многим домам. Собираетесь на вечере, Павел пишет, друг друга ждите, как можно ждать, как бы всех, если у вас 20 тысяч или 10 тысяч. Понятно, они по группам собирались, поэтому собираюсь для взаимного назидания, в том же Карина, Павел пишет, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть, у кого псалом, откровение, получение, у кого язык, у кого столкование, все, все и добыть назидания. Собирались группами для взаимного назидания совместной трапезы, а не 20-ти тысячную церковь. Многими-многими группами собирались, но причащались все, но кушали все, приобщались через посредством одного хлеба, потому что тело одно. То есть, разные люди в разное время кушают, принимают даже разный хлеб, и говорят, но в духовном мире это один хлеб, это один общий хлеб, который есть Христосом, он же один вообще, он один. Мы символизируем этим то, что мы принимаем тело Христового, которое один, и хлеб один, в принципе. Чаша одна, чаша благословения, которую мы все принимаем, она тоже одна, не чаши, а чаша благословения, она одна. И этим мы показываем, что мы часть одного тела. Скольки тел одного? Мы не показываем этим, воспоминая о Господе, пья кровь и кушая, кушая хлеб, тело, кушая Господа, что мы часть динаминации, вообще мы этим не показываем. Мы показываем, что мы часть тела Христова, которое есть вселенская церковь, он сказал, я создам церковь мою, которую врата ада не одолеют. Мы принадлежим вселенской церкви, поэтому если я принимаю вот это причастие, которое называют дома, а не в религиозной поместной общине какой-то, ребят, какая разница? И там, и там можно. Я же не показываю, кушая это все, что я принадлежу к вот этой динаминации и религиозной общине. Чтобы мне там помазанный какой-то человек, там, епископ рукоположенный или пресс-фитер или пастер преподавал что-то там, эту вещь. Где вы видели, что нужно преподавать вещь? Человек, делали все это в простоте, а не какие-то вот такие определенные люди, особы, должны вот только они рукоположенные преподавать. С каких делов вообще каждый человек может разломить? Любой человек, потому что мы все равны, мы все братья. Это все выдумки вот это, что определенные такие люди могут раздавать, а ты только, ты в лучшем случае можешь только кушать, вот кушать. И то там иногда тебе скажут, нельзя тебе это кушать. Итак, кушая это, я показываю, что я принадлежу, обнамутил это вселенская церковь Господа Иисуса Христа. И крови Господа я принадлежу, я приобщаюсь с ней, имею часть с кровью Господа. Иисус взял чашу после вечера и сказал, это чаша новый завет моей крови. И смотрите внимательно за хронологией. Также и чашу после вечера и сказал, это чаша новый завет моей крови. Это совершайте, когда только будете пить мое воспоминание. И по всякий раз, когда вы идите хлеб сесть, сначала хлеб и пьете чашу, эту смерть Господню возвещаете, доколе он придет. И здесь написано, что сначала как бы кушается хлеб, да, мы читаем, а потом пьется вино, и этим мы смерть Господню возвещаем. И сегодня, знаете, вот запомнили хронологию, да, хронологию, вот такая хронология. Вот. Но в другом месте из Писания. Иисус Христос взял сначала чашу и, благодарив, сказал, примите, разделите. Так Лука записал, а потом взял хлеб и, благодарив, разломил и раздал. Так что сначала, чашу или хлеб? Принято вот сначала, ну как бы хлеб, а потом чаша. Надо соблюсти хронологию и последовательность. Да без разницы. Поэтому Лука написал сначала чашу. Вообще без разницы. Как это происходило у первых христиан? Просто в простоте кушали и просто кто-то говорит, давайте, слава Господу Иисусу, воспоминания о Господе скушаем. Да, там они молились, да, они очищали сердце. Об этом не буду, там много говорилось. Испытывает себя каждый человек и так далее. Об этом сегодня я не буду затронуть такие, затрагивать темы, которые не очень освящены. Хронология не важна. Какая разница, чашу или сначала, или потом хлеб, или наоборот. И так, и так правильно. И так, и так хорошо. Так вот, Павел пишет, когда Иисус взял чашу и сказал, эта чаша новый завет в моей крови, это совершайте, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, смерть Господню возвещаете. Доколе он придет. И часто, вот это вот служение, хлебопреломление превращает в набожную церемонию, где человек такой в печали. И то он печалит, знаете, как лицо скорбное делает, просто потому что надо. Религиозно, чванливое какое-то такое. Вот, ну как на поминках. Иисус на самом деле говорил о своих поминках, но в чем суть этих поминок? Да, мы воспоминаем смерть Господню. Да, мы возвещаем смерть Господню, когда кушаем это. Мы вспоминаем о Господе, его жизни. И этим мы говорим, что когда вот человек поминальную трапезу кушал, мы читали сегодня, он воспоминал о том, как жил покойный и возвещал, что умер, к сожалению, этот человек. Вот это и утешался. Вот, утешал, что был хороший человек, прожил там достойную жизнь и так далее. Но с Господом немножко по-другому. И мы возвещаем смерть Господню, доколе он придет. В смысле придет? Как мертвый может прийти? Да все очень просто. Он воскрес. Он воскрес и он еще грядет вообще. Суть в том, что Иисус умер. И для нас это радостная вещь, потому что наши грехи были забраты им. Наши проклятия, наши болезни, наши горе, наше одиночество, наша боль была убита вместе с ним. И это радостно, это радостно. Да, где-то в этом есть какие-то нотки, момент такой печали, скорби. Господь пострадал, принял, впитал в себя чашу греха, что было противно для него, отвратительно. Но мы возвещаем, что он грядет, что он воскрес, что он грядет. Это радостная вещь. Это радостное событие. Поэтому ученики пребывали в простоте и веселье, и сердце, а не в религиозной набожности. И когда мы вот это творим во своем имя, Господи, тоже надо сказать простота. Просто в простоте это делать. Да, серьезно, да, без греха, да, испытывая себя. Но не устраивать церемонии религиозных обрядов. Просто в простоте кушать. Кушать и за трапезой это делать. Именно за трапезой, посреди трапезы. И сегодня в церкви не собираются для трапез. У них есть богослужения, у них есть кафедры, у них есть стулья и так далее. Прославления, алтари и тому подобное. Ребята, вы кто и что вообще? Посмотрите в Новый Завет, как там собирались. Возлежали в простоте при Иисусе. Кушали вместе. И назидались. И после воскресения Иисуса Вознесения тоже кушали вместе. Возлежали. Назидали друг друга. Служили в дарах. В дарах. Воспоминали о Господа. И опять кушали. Вот это вот Новый Завет. Это простота Нового Завета. Христос, друзья, воскрес из мертвых для нашего оправдания, чтобы сверхъестественная сила Господа, сила воскресения действовала в нашей жизни. Творите, творите сие воспоминания. Один, вдвоем, троем. В двадцатером, я не знаю. Потому что мы все часть тела Христова. Тело, которое есть Вселенская Церковь. И часть, в первую очередь, Его самого, который был предан за наши грехи и за наши оправдания. Ладно, пишите ваши комментарии. Всех обнимаю с Богом. Субтитры создавал DimaTorzok